Комбинат Азовсталь после дней тишины снова в плотно-темно-сером облаке. Отсюда, с расстояния 400-500 метров, разрывы снарядов слышны еще отчетливее, нежели в городе. Но лучше всего вспышки от прилетов, конечно, видны с птицы, с нашего дрома. Река Кальмиус, которую видим с высоты, сейчас фактически граница. Слева и справа фланги, с которых большей частью окружают комбинат. Обращаем внимание на флаг, который развивается на высоте. Кто-то из бойцов говорит, это триколор Донецка. Рискуя коптером, что делать, пусть даже собьют, все равно летим к точке. И там, оказывается, флаг украинский. Вот уже 10 минут где-то, может чуть больше длится эта канонада, мы стоим буквально на вскидку миллиметров от Азовстали. Определить вот на слух, конечно, калибр очень сложно, но, наверное, все-таки вряд ли 120-й мины, потому что очень мощные разрывы там, на комбинате. Земля буквально здесь под ногами дрожит. Утро на Азовстали, потому что нам военные там не докладывают всех своих планов, но пока вот выглядит как профилактическая мера. Если быть откровенным, то никаких вообще планов военные по понятным причинам нам не раскрывают. Идет перемещение подразделений, за которыми наблюдаем издалека, потому как в последнюю минуту на комбинате завязывается еще и длительный стрелковый бой, и нам закрывают выход к берегу реки. Ну вот, слышите? Стрелковый бой. Судя по точкам ударов, обьют примерно по одним и тем же квадратам. Цели сосредоточены в районе прокатного толстолистового цеха Стан-3600. Вот он, плотный ряд протяженных строений слева по курсу. Сюда преимущественно и летит артиллерия. Авиация, в свою очередь, бьет под эти две трубы. На карте комбината это отделение с мартеновскими печами. К слову, прокатный цех расположен в углу комбината как раз у той самой знаменитой эстакады, где улица Набережная на 90 градусов делает поворот к морю и уходит вдоль реки. Здесь и происходила погрузка мирных в автобусы в режиме тишины и в часы работы гуманитарных коридоров. Этот мост контролировал Азов и как бы «разрешал» принимать внешней стороне на нем эвакуируемых гражданских. А потом его снова минировали. С военного дрона в этот раз нам показывают, как после обезвреживания опоры стакады под нее заходят бойцы Востока. Объект взят. В другом квадрате в это время украинцы не теряют время зря. Ставят растяжки в пробитых снарядами бетонных заборах. Стоит только не занять какую-то территорию, военные Киева пытаются вернуть себе позиции. Такая вот шахматная доска. Терпение у них иссякает, и возможность иссякает. Уже это сопротивление отчаявшихся, отчаянное сопротивление отчаявшихся людей, на самом деле. Я бы так сказал. Пусть они бодрятся, пусть говорят, но мы-то видим симптоматику. Она четко указывает на то, что ресурсы у людей и моральные, и физические иссякают. И они ищут способы как деликатно, красиво выйти из ситуации. Чтобы, так сказать, и флер героизма с них не слетел, как золотинки. А в то же время, ну, так сказать, спасти свои шкуры, вытащить их из неминуемой задницы, простите за сленг. Потому что они действительно именно в этом месте сейчас и оказались. 15 человек за тонну еды. В общем-то, это не слухи. Насколько хватит Азову этого запаса провизий, трудно сказать. Но после заявлений Киева и Москвы о завершении операции по эвакуации мирных, наверное, стоит ждать новых схем. Менять гражданских, которых, получается, не осталось, на продукты. Уже ведь не получится. Жилые кварталы Мариуполя, примыкающие вплотную к промзоне, лучшее объяснение настроя украинской стороны. Дворы и сами разбитые дома просто усеяны телами военных. Внутри, в самих строениях, во дворах убитые украинские военные повсюду. Бились явно до последнего. И, как говорят ополченцы Донецка и Вооруженные силы России, будут биться украинцы так же и дальше. Оружие, бойкомплекты еще есть, отстреливаются. Вот только бытовые обстоятельства, наверное, смогут оказаться сильнее. Но это покажет уже только время. Противостояние продолжается. Дмитрий Маслак, Кирилл Волков, Артем Величко, Егор Кузнецов. CGTN, Азовсталь, Мариуполь.